Мы спали трое, а мама там, слушаю, заплакала, мы не поняли чего. Никакого письма, ничего не было. Отец вернулся с войны. Ту ночь Ангелина Алексеевна помнит, как вчера, хоть и было ей всего 10 лет. А когда ушел в 41-м, дочери едва пять исполнилось. Весточки с боевых действий получали. Мать прочитывала письма и молчала. Только однажды произнесла строку вслух. Развернули, едем обратно. Это полк Алексея Сорокина послали на Дальний Восток. Вернулся только в январе 46-го. Месяц ехал из порта Артура. После вечерами собирались родные. Глава семьи рассказывал, каково на войне было. Детям слушать запрещалось. Но разве от внимательных малышей в коммуналке что-нибудь скроешь? Самая яркая история, которую запомнила Ангелина Алексеевна. Как отец попал в плен. Голодные. Немцы листовки сверху сбрасывают. Сдавайся, Русь. Потом встретили извозчика на лошади случайно, попавши в этот лес. На колянях умоляли, отдай лошадь. Отдай лошадь. Конечно, он сдался. Они ее разрезали и ели сырое мясо. А когда выходили с территории врага, на них сверху падали листовки своих же. Выходите под арт-обстрел. Алексею Афанасьевичу удалось выйти без ранений. Получается, счастливчик, говорит дочь. Но все-таки достала его война после. Умер в 57-м возрасте, 50 лет от болезни легких. Отморозил на стылой земле, на которой приходилось лежать сутками. Теперь же его память будет бессмертна. И не только в сердцах родных. Имеют награды. Давайте посмотрим. Это у нас что? Два удостоверения от медалей, наградная книжка, фотокарточка благодарность за победу в двух войнах. Более чем достаточно, чтобы внести имя в бессмертный полк. Эту акцию придумали томские журналисты. Запомнить тех, кто, возможно, покоится в братских могилах. Тех, кто защищал родину, но о ком не написано в учебниках истории. Отцов, дедов, прадедов, благодаря которым потомки сейчас спокойно учатся, работают, растят детей. Имена героев теперь в своеобразной книге памяти. И она постоянно пополняется. Проект обрел популярность. Более 25 городов-участников. Вологда среди них. Здесь есть карта городов, которые участвуют. Находим Вологду. Это уже те, кто загрузились. Можно находить по алфавиту здесь. Например, на боков купе выдает всех. Либо можно просмотреть всех. Уже больше 30 человек, я думаю, ближе к 40. Присоединиться к акции может любой, кто хочет увековечить память предка. Для этого достаточно зайти на сайт мойполк.ру. Выбрать город, внести в анкету имя солдата, его историю, свои контактные данные. Лучше прикрепить фотографию и отсканированные сохранившиеся документы. Бессмертный полк – это не только своеобразная электронная книга память, но и акции, объединяющие всех россиян, чтящих подвиги своих отцов, дедов, прадедов. 9 мая они выйдут на площади городов России, неся в руках портреты тех, кто ковал победу. Присоединятся и в Алакжане. Здесь, по площади революции, пройдет бессмертный полк. Дарья Анфиногенова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.